В Юровской больнице долгожданный день здоровья. Сегодня городские специалисты принимают исключительно маленьких пациентов. Педиатр, лор, хирург, окулист, стоматолог. Всего около 10 узкопрофилированных врачей. Родители отмечают, для многих отпала надобность ехать в городскую поликлинику. В Алексеевку только нам приходится ездить, проходить врачей. А здесь как бы рядышком очень хорошо, тем более перед садиком. Вообще прекрасно. Мне здоровья нужны, очень нужны, потому что детей много. И в Алексеевку попасть очень тяжело. Мне понравилось, потому что приехали все врачи. И можно за какие-то час-два пройти всех врачей. Всего за несколько часов было осмотрено 84 ребенка. Из них 34 – это малыши до года. И 9 детей с ограниченными возможностями здоровья. У маленьких силен все те же проблемы, с которыми они приходят в нашу жизнь. Та же патология с речесосудистой системой, неврологическая патология. Постоянно под контролем у нас дети и инвалиды. Постоянно под контролем у нас дети из семей, которые подлежат специальному вниманию. Для этого это исключительно профилактическая акция. Для того, чтобы не пропустить сложную патологию, для того, чтобы своевременно выявить особенности развития ребенка и провести коррекцию, назначить консультацию узких специалистов. А в станице Благовещенское мобильный диагностический центр развернулся в Доме культуры. Сегодня здесь принимают взрослое население, а также, кроме терапевтов, врачи узких специальностей – невролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог. Кроме того, каждый желающий мог пройти комплексное обследование, измерить давление, сдать некоторые анализы крови, сделать УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ и флюорографию. Ажиотаж, как всегда, у кабинета кардиолога. По словам медиков, патологии, связанные сердечно-сосудистыми заболеваниями, сегодня вызывают серьезные опасения. У многих имеется нарушение ритма по типу фибрилляции предсердия, экстрасистолии, гипертоническая болезнь, возможно, недостаточной гипотензивной терапии. Я считаю, что все-таки это, наверное, по вине самих больных, потому что рекомендации врачей не выполняют, не регулярно принимают гипотензивные препараты. Всего в Благовещенское обследование прошли 174 станичника. Из них 45 воспользовались услугами передвижного флюорографа. Все пациенты получили заключение и рекомендации врачей. Те же, кому требуется более углубленное обследование, пройдут его на базе городской больницы. Что важно, здесь у нас есть талоны для профильного обследования наших сосудов, которые всегда требуют уже с определенного возраста внимания. И здесь мы также наших жителей села не обидели. Есть определенные квоты, где по назначению наши пациенты смогут пройти уже потом на базе городской больницы узкопрофильную диагностику. Говоря о медицине, нам важно понимать и знать, и донести это до жителя, что главное – профилактика. А мы уже с лечением поможем. 31 марта в Благовещенской медики будут принимать маленьких пациентов. А для взрослого населения следующий день здоровья пройдет 24 марта в поселке Виноградный. Руслан Душевский, Анапа. Регион.